Всем привет! Хочу сегодня показать свои томаты, как они выглядят после пикировки. Если я вот вчера еще в следующий день показывала вам, как в придомовой теплице у меня выношу на солнышко на несколько часов в день, я показывала все посевы и вы видели, что в стаканчиках томатов там не было, были только вот такие вот в лоточках. После пикировки, как я уже говорила, я стараюсь их под прямые солнечные лучи долго не выставлять. Но теперь вот они... Сейчас расскажу, у кого сколько времени после пикировки. Сегодня иностранцев на верхнюю полку поставила, там чуть потеплее, чтобы они совсем в шоке не были. У нас стоит такая морозная солнечная погода, это позволяет в придомовой теплице помидоры держать. Вот тут даже на нижней полке у меня 20 градусов, солнечно и прохладно, идеальные условия для томатов. Начнем про распикированные. Вот эти томаты из первого лотка, которые я сеяла 23 января и пикировала их в разные сроки. Вот этого ботяню, видите, он немножко как другое у него строение самой рассады, он немножко как... Ну, не толстоногий. Я его раньше 6 февраля пикировала, а вот этих вот толстоножек пикировала 10. Это значит, у ботяни, раз сегодня 14 февраля, прошло 8 дней после пикировки. Это значит, что его уже можно... он прошел период адаптации, его уже можно и на солнышко ставить. Ну, короче, вместе со всеми адаптационный период у него прошел. Вот эти я пикировала 10, сегодня 14. Прошло 4 дня, но тоже можно сказать, что они уже все прошли вот такой период, самый такой опасный. Видно по состоянию растений. Кто смотрел, как я пикировала, я пикировала в фазе двух листьев. Так они и остались в фазе двух листьев. Ничего у них сильно не прибавилось. Вот два листика и третий только-только показывается. И даже ботяня, который уже 7-8 дней простоял после пикировки, он тоже сильно не увеличился в росте. Он такой и остался. Но я вот сегодня посмотрела. У него уже есть там корешки. Так, это ботяня. В другом, наверное, подождите. Вот он, ботяня. У него уже есть там корешки, но вы, наверное, не увидите. Ну, чуть-чуть видно. Вот видите, вот эти белые полоски. Это он уже нарастил корневую систему. Но как он был с двумя листьями, так и остался. Это значит, что растение полностью занимается увеличением, укреплением корневой системы. Освоением нового объема грунта. Еще что хотела я сказать. Ни разу не поливала. Шестого пикировала, сегодня 14-е. За 8 дней ни разу не поливала ботяню. Ну и уж естественно, вот за 4 дня после пикировки толстоногих, их я тем более ни разу не поливала. Буду ждать, когда подсохнет побольше. Вот это все, что я хотела вам показать, потому что многие просили, что будем ждать, вот как будут выглядеть после пикировки. Я вам даю гарантию, что первую неделю после пикировки растения не растут почти. Если оно у вас замедляется в росте, как бы замерзает, это нормальное явление. Даже если вы не видите там корешков новых, вот у ботяни я увидела на 6-й, на 7-й только день. Первую неделю вы можете вообще никаких изменений не увидеть. Как вы воткнули, так он и стоит. Это значит, что у него все хорошо. Ведь по внешнему виду видно, вот смотрите, они такие же маленькие, они стоят же с двумя листиками. Но они темно-зеленые, они живые. Видно, что они, все у них нормально. А что они должны отращивать в первую очередь, листья или корни? Они решат сами. Они не глупее нас. Они знают, что нужно в первую очередь делать. И вот смотрите, вот эти, которые остались, я же проредила через один ряд, они даже как бы выглядят немного покустистее, более разрослись, чем эти. Но у этих уже больше корешки. Все, вот очередная у нас прогулочка сегодня. Вчера 3 часа сидели, но эти еще не сидели, сидели только вот эти, которые в лотках. Все вот на сегодня вынесла свои такие малочисленные посадочки. Вот всего 8 лотков я посеяла, посмотрела на прошлый год. Я же говорила, что с этого года массовую рассаду не стала выращивать. В прошлом году к этому времени посеяно было уже 40, по-моему, лотков. И теперь я уже сама на себя удивляюсь, как я успевала посеять 40 лотков, когда вот даже 8 посеять тоже можно. Ну ладно, до свидания.